Здравствуйте, уважаемые эксперты! Хочу представить Вашему вниманию проект на тему разработки универсального тренажера и отработки практических навыков оператора судовой электростанции. Научным руководителем является Билов Олег Александрович, участник проектной группы является Ястрим Дмитрий Павлович и Рокожников Алексей Олегович. Цель проекта – разработать и внедрить универсальный тренажер для отработки практических навыков и теоретической подготовки обслуживающего персонала судовой электростанции. Проект рассчитан на два года реализации с 2020 по 2022 год. Шестантами проекта является математическая модель судовой электростанции, также разработан и изготовлен макет тренажера судовой электростанции, также производится отработка режимов работы макетов, производится устранение замечаний. Научной новизной нашей идеи предлагаемого устройства заключается в том, что механическая работа систем электромеханических агрегатов устройства тренажера заменяется на программную модуляцию. Отличием существующих тренажеров заключается в том, что обычные тренажеры отрабатывают стандартные ситуации. Предлагаемый нами тренажер, благодаря программной модуляции на микроконтролле, способен моделировать нестандартные ситуации. И сам преподаватель может моделировать различные ситуации, такие как режим короткого замыкания, броски мощности и прочее. Также отличием нашего тренажера является функция контроля и фиксации всех действий оператора. По этим данным преподаватель может дать оценку действий оператора при работе тренажера. Большую роль в экономике Камчатского края играет рыбодобывающий комплекс, который в большинстве своем представлен рыбодобывающими судами. Для предотвращения аварий на судах из-за нестандартных ситуаций и выход из строя оборудования из-за неправильной эксплуатации наш тренажер направлен на отработку нестандартных режимов работы, понимание механизма и принятие решения при различных смоделированных ситуациях. В результате у специалиста отрабатывается навык принятия решений при нестандартных ситуациях и появляется понимание сути физических процессов при тех или иных действиях судовой электростанции судна. Полученные навыки позволят грамотнее и безопаснее эксплуатировать судовую электростанцию. Это в свою очередь снизит количество аварий на судах и выход оборудования из строя и увеличивает безопасность морепалывания. Представлен готовый макет тренажера судовой электростанции. Представлены перечни оборудования, которые необходимы для дальнейшей реализации проекта. В сумме получается около 95 тысяч без учета доставки. На слайде номер 16 представлены ближайшие конкуренты, стоимость которых, как вы можете видеть, на слайде весьма велика. Сейчас вам будет показано видеоролик, демонстрирующий некоторый функционал макета тренажера судовой электростанции. Сейчас я представлю вам демонстрацию работы макета тренажера. Этот макет показывает ограниченные функционал будущего тренажера. Тренажер представлен пультом управления, где преподаватель будет моделировать различные ситуации. Этот тумблер отвечает за включение и выключение тренажера. Этот тумблер отвечает за включение и отключение генератора в сеть. Этот тумблер отвечает за подключение нагрузки, активный и индуктивный. Этот тумблер отвечает за подключение костных компенсаторов. Этот потенциометр справее отвечает за характер нагрузки, активный и кондуктивный. Этот потенциометр ниже отвечает за величину нагрузки. Эти два тумблера сверху, ДГ1 и ДГ2, отвечают за включение и отключение дизель-генераторов на холостом ходу. Далее группа из четырех энкодеров, которые делятся по два энкодера на управление дизель-генератора 1 и на дизель-генератора 2. Верхние два энкодера отвечают за регулирование положения топливной рейки, от которых зависит частота тока, вырабатываемая генераторами на холостом ходу. А уже под нагрузкой идет регулирование мощности генератора. Нижние два энкодера регулируют ток возбуждения генератора, что влияет на напряжение генератора и компенсацию влияния якоря. Как вы можете видеть справа, два тумблера, они включают режим синхронизации дизель-генераторов, который будет поработан как отдельное занятие. Здесь представлена имитация блока дизель-генераторов. И рабочее место студента будет представлять аналоговые приборы, электромеханическая часть которых заменена серпоприводами. Пульт управления студента дизель-генераторами будет представлен энкодерами изменения положения топливной рейки и тока возбуждения генераторов, показанных ранее. Теперь будет продемонстрировано один из практических уроков ведения подключения генератора в сеть и регулирования параметров дизель-генератора номер один под нагрузкой. В начале демонстрации ДГ-1 запущен и находится на хвостом ходу. Студент ручкой топливной рейки выставляет частоту 50 Гц у генератора соответствующей 1500 оборотам. Напряжение 400 В говорит нам о том, что самовозбуждение генератора работает. Далее студент подключает ДГ-1 в сеть и корректирует параметры до номинальных. При этом вы можете услышать изменение частоты оборотов ДГ-1. Далее вам будет продемонстрировано влияние характера нагрузки на выходные параметры ДГ-1. Далее будет продемонстрировано влияние характера нагрузки на выходные параметры ДГ-1. При активной нагрузке происходит сильное влияние на частоту приводного двигателя. При чисто индуктивной нагрузке происходит сильное влияние на напряжение сети. Вторым потенциометром мы меняем величину нагрузки в ходе до перегрузки генератора и остановки двигателя генератора. Уступление закончено. Спасибо за внимание.